Привет! Меня зовут Настя, по национальности я сербка, и в настоящий момент я нахожусь в России. Кроме моего родного языка сербского, я ещё разговариваю на английском и русском языке, а также такие общие фразы могу понимать и разговаривать на арабском, турецком, испанском и немецком языке. Я не являюсь переводчиком, преподавателем по иностранным языкам. На самом деле я студентка пятого курса медицинского университета. Также с детства я никогда не ходила на какие-то дополнительные уроки по иностранным языкам или курсы по изучению иностранных языков. Нет, все эти языки можно сказать, что я выучила сама. Конечно, когда я жила в Сербии, часто ходила на разные соревнования по сербскому языку, так как мне очень было интересно изучать сербскую грамматику. Я просто такой человек, который считаю, если ты не знаешь грамматику своего языка, можно сказать, что ты и не уважаешь свой язык. Я не могу сказать, что у меня какой-то талант по изучению иностранных языков. На самом деле, наоборот, я бы сказала. Да, у меня всегда были пятёрки, я отличница была в школе, но не скажу, что я там была лучшая в классе по иностранным языкам. Нет, просто я нашла какой-то способ к легчему, быстрому изучению языков. Я также веду и индивидуальные уроки по изучению сербского языка, поэтому, если вам нужно больше информации или вам интересно, можете написать мне, всё будет в описании этого видео. Итак, начинаем с нашим первым уроком. Сербский язык, он относится к группе южнославянских языков, поэтому при освоении сербского языка вы, кроме сербов, можете ещё общаться с черногорцами, хорватами, басницами. В сербском языке используются два алфавита. Это кириллица и латиница. Сербская кириллица является результатом реформы Вука Стефановича Караджича, который преобразовал ее в соответствии с фанетическим принципом письма. Пиши как говоришь и читай как написано. То есть, пиши как что говоришь и читай как что написано. Она состоит из 30 букв, каждой из которых соответствует одному звуку. Итак, мы вместе с вами видим таблицу, где написаны буквы на кириллице и на латинице. Давайте произнесём каждую букву. Я опять повторю, и чтобы вы обратили внимание, что каждая буква имеет только один звук. Начнём! А А Б В Г Д Д Д Э Ж З И Й К Л Л М Н Н Н Н О П Р С Т Ч У Ф Х Ч Ч Дж Ш Молодцы! Поздравляю! Вы только что выучили сербские слова. Наверно, вы сейчас думаете, какие слова я выучила, я только что учил буквы на сербском языке. Но сербский и русский, то есть сербский и русский язык, являются славянской группой языков. Поэтому вы очень часто можете услышать, увидеть сербские слова, которые одинаково произносятся и на русском, но имеют другое значение, как и в этом случае. Итак, я решила вам это объяснить на фотографии, думаю, что так будет более понятно. Поэтому мы видим слово или на русском букву П, но на сербском буква это, повторяю, слово. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подпишитесь и до скорой встречи! Пока!